ребята всем привет с вами александр и это гиганта фея так зовут нашего нового супер пупер монстра это у нас гигантский удав да скажем так ближайший конкурент титана бо который в свое время до нахождения останков титана бо считался самой крупной змеей и это собственно говоря наше турнирное существо ребятки гиганта фея которая переводится условно как гигантская змея большая змея и так далее вот об этом и сейчас поговорим немножко подробней естественно мы ее создадим 30 змейку посмотрим еще на максимальный уровень посражаемся ну все в общем так как вы любите но для начала давайте прочитаем что нам пишет про нее игра и потом я может что-то добавлю что я успел прочитать за пять минут до начала съемки этого видео потому что стараюсь как можно быстрее его выложить до открытия титана боа самый крупный змея из когда либо существовала считалось гиганта фея ну то именно это я вам и сказал может достигать в длину свыше 7 метров ну там даже 9 10 вот такая информация я находил гиганта феи жили 40 миллионов лет назад на территории сахары там на территории египта в основном да то есть это африка ребятки в то же время от титана боа в у нас вымерли 60 миллионов лет назад если мне память не изменять сейчас я это вам точно покажу из-за своего невероятного размера гиганта фея могла охотиться на предков современных слонов ну скажем так не думайте что как бы предки современных слонов были такими же большими также как и предки лошадей были размером собаку также и предки слонов были тоже довольно небольшими так а теперь да у сейчас секундочку ребятки они все нормально в общем то по поводу ну гиганта фея вообще-то да вот есть гиганта фиспом ну насколько я знаю это одна и та же змея если я ошибаюсь то поправьте меня но по-моему это должно быть именно то потому что гиганта фея я не на не нашел но все данные совпадают то есть 38 33 миллиона лет назад она жила на территории египет ливия да то есть африка в общем то длина до 10 метров то есть в поперечнике она высотой как бы 50 сантиметров ну то есть там до уровня колена доставала весело до 700 килограмм в то же время титана ба у нас весила весело около тонны и было в длину до 15 метров да вот такие вот у нас есть показатели во полное название это гиганта фис гарсти не ну надеюсь я вам рассказываю все правильно да и вот в общем то ливия египет да вот там вот она обитала так вот так вот примерно выглядят скетки скелет гиганта фиса да вот у нас террор птица а нас по сравнению с гасторнисом от гасторница думаю она вполне себе могла прыгал проглотить вот такая вот у нас прекрасная змейка есть так что у нас еще есть вот по поводу титана бог кстати забавный момент до что титана ба переводится ну так же то есть если у нас это переводится как гигантская змея да вот гигантская змея то титана ба у нас дословно переводится как гигантский удав гигантский колоссальный удав их тоже в общем то очень забавный жила на титана ба 60 57 миллионов лет назад то бишь она вымерла на 20 миллионов лет раньше чем появился в общем на наши этот гига гига гигантов и съемаю вот такие вот в общем то ребятки дела до отряду них одинаковые чешуйчатые а семейства у них разные если здесь у нас семейства но не буду ломать язык в общем то вот так ну лучше даже это вот здесь вот почитать смотрите семейство мацоиды мацоиды то титана ба ушка у нас семейства влажноногие вот так вот ребятки они к разным семейством но естественно это отряд чешуйчатые змеи змеи все дела ребятки да ну как и 40 миллионов лет назад длина 9 и 3 10 и 7 метров вот такая вот у нас ребятки информация по этой змейке ну что возвращаемся к нашей змеи дать ее по драконе прикольно прикольно хотелось бы конечно в противнике титанобоу взять так давайте тогда ее сейчас покачаем кого наезд до дошку ну кто бы сомневался что она есть до дошку так давайте создадим на тогда две двадцатых пойдем сейчас подсоединяемся подсаживаемся двадцатым будем идти естественно одними змеями возьмем титанобоу сейчас еще сравним именно с титанобоу как это все дело выглядит так не помню просто как титанобоушка у нас в такой же вот короче позе крутилась в инкубаторе и немножко другая была дам но если ребятки в общем то ну вы хотите это естественно это не мой аккаунт как вы поняли это я взял в гостях аккаунтом в общем то и если вы хотите как бы получить себе такую змейку не дожидаясь турнира или как бы после турнира сразу и прикупить то как бы ссылочка на группу вконтакте где это можно сделать я оставлю ребятки вот такая вот у нас гиганта фия то есть я же вместе с вами ее буду получать в турнире который надеюсь я тоже постриму вместе с вами ну воскресенье либо в субботу так вот так у нас давайте кстати я не обратил внимание так ну на двадцатом уровне она чуточку мощнее чем тиранозавр рэкс 1900 на 600 ну удар такой же жизни немножко побольше 40-го я покажу вам чуть попозже так давайте сначала сейчас мы на анакондию посмотрим на титанобоу точнее вот титанобоушка и на 30-ом уровне да она мощнее у нее конечно сущность а 30 блин давайте вот сделаем 20 сделаем двадцатую и как чтобы было с чем сравнивать и заодно увидим как она находится в инкубаторе в такой же позе либо не в такой же так да делаем все максимально быстро так тысяча на 300 на я правда не поза другая да или такая же нет такая же все таки да она голова опущена вниз какая спиралька ним немножко вроде другая ну было сейчас мы их сравним в битве пойдем естественно pvp арену и там мы будем сражаться в основном с динозаврами так что нам вот принципе по барабану можно брать три одинаковых змеи но одной стихии там гроты гроты да так так ну и смотрим на достатом уровне и такие же практически показатели 1800 ну 1900 на 600 50 ребятки в общем то примерно тоже примерно тоже ну что погнали 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 а кстати давайте про титанобо да тут глянем может что-то интересное названием титанобоо гигантский удав самая большая змея из когда-либо найденных едино до 13 метров они к ну мы читали до 15 до 60 миллионов лет назад климат был настолько теплым что даже такие хладнокровные существа могли вырастать до огромных размеров ну какая разница в африке и так жарко круглосуточно настолько огромна что может целиком проглотить крокодила но и современные анаконды могут проглотить крокодила смотря какого размера хотя она и была самой крупной из хищников своего времени и ей не приходилось бороться за пищу с динозаврами ну да то есть получается она то появилась уже после вымирания динозавров 60 через 5 миллионов лет после вымирания динозавров появилась она борьба за пищу и так змея питалась преимущество рыбой избегая сухопутных животных вот такие вот пироги ребята так что надеюсь вы уже поставили лайкосик за оперативность так ну и вот в общем то мы здесь будем с вами колбаситься в этой лиге так 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 идем на пвп арену так ну она относится к гротам я так понимаю да так вот наши ну вот видите они практически одинаковые погнали постражаемся двадцатыми тридцатыми постражаемся и сороковыми постражаемся ребятки так 600 тут это ну пример противники равные нам чуть больше урон чуть меньше жизни так но пока раскраска такая себе немножко тускловатая да ну вот так сделаем не будем никуда спешить пять ударов нас собирал уже наш противник и он открылся так смотрим как окочурился наш гигантский червяк ну вот в такой раскраске анаконда то есть анаконда не имеет таких пятен колец какие у нас есть так и раз два три но опять же не будем ее пытаться защитить так ну нужно сразу же съесть и вот это существо ай-яй-яй-яй-яй получилось то не прикольно не ожидал да я на то что попадется нам индрикатерий так она атакует нас на сколько на четыре из пяти да на четыре из пяти запоминаем один балл остался сможет ли выжить наша гигантофия или гигантофия раз два три четыре ой походу нет походу слилась она потому что три удара да не выдержим к сожалению не фартанула на немножко таки попался индрикатерий черт по дьюви ну ладно мы отыграемся да ну вот был бы у нас еще один балл мы бы выжили ну так приуныло но нам тоже нужно было увидеть как какая анимация у нас во время проигрыша ничего не переживаем мы сейчас все все вернем отыграемся ребятам эх ладно покажу уже вам как выглядит сороковая но она выглядит как кобра прям ее сделали как гигантская кобра ну чё прикольно для разнообразия чтобы она не было такой она даже поярче выглядит чем титанобоа ну раскраска мне больше титанобоа нравится но а так ухты блин какая красотка прикольно очень прикольно тогда давайте создаем на тридцатую змейку да все таки точно так же она находится в колбе теперь я точно вижу что это все таки как 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 так иди под подживись немножко дадошкой да она боевая глотнула и не заметила бедная дадошка так идем идем pvp pvp идем ребята гроты и так первая пойдет ты и если там будет и давайте снега какие то возьмем сюда возьмем кого бы не не хватает существа промежуточного кого-то ну пусть будут сумчеты лев 20 мамонта не хватает чтобы по балансу по силе проходил 600 900 так и не дочитал супрано титан пока что предварительно здесь самый сильный можно укусить но он решил подлиться это хорошо но я выдержу тирана бау два удара должна переварить от супрано титана ха ха попался сюрприз мазафака это же был самый сильный у него то тропеогоптера слабоват будет но тапи тапи тапиалозавр блин я уже начинаю тут путать всех динозавров которые в джурасик волнух шансы геймбер и его и лайф так атака тататам Да, помощнее будет, будет помощнее, но мы справимся У нас все-таки 900 уже, 3000 на 900, короче, 3000, да, вот такие уже показатели на 30 уровне И наша красавица пятнистая, ну как радужный питон, да, там Вот так вот она выглядит Крутим рулеточку И идем создавать Не, в принципе нам создавать нечего Мы и так уже все создали, да Где наша гигантофия Так как-то легче произнести Гигантофия Гигантофия Вот такая красотка Ну что, идем тогда ими сражаться Так, максимальный показатель 4300 на 1300 Но это лучше мы посмотрим, где лучше мы посмотрим сейчас, когда будем выбирать наших существ на арену Черт, не туда пошел Вот сюда, вот сюда Гроты Так, а на максимальном уровне она-то помощнее получилось немножко Ну как бы по здоровью, по крайней мере Титаном по Кого бы взять, кого бы нам взять в компанию? Давайте мы же кого-то Юрского возьмем Ну тут нам нужно кого-то относительно не такого шибко сильного Кого бы было интересно посмотреть в паре со змейками 4000 на 400, но идеально подходит Барионикс Ну пусть будет Барионикс Посмотрим, да, ребятки, давайте голосовалку устроим Кто вам нравится больше, Титанобова или Гигантофия Ну что-то я Что-то я уже, мне кажется, знаю ответ на этот вопрос 2000, 1200, 1300 Самый мощный у них Индоминус Да Блин, ну С того ракурса, конечно Титанобова не казалось такой, да Большой Это очень плохо Моха Моха, что мы не перевариваем Ну вот не хватало 17 баллов нам Если было бы 18 Я бы в защиту поставил всего лишь 1 балл Ну вот так вот, как будто бы, да Титанобова довольно крупная По сравнению с Индоминсом Но вот с ракурса сверху Этого не скажешь Блин, а Я вот просто не привык, что Противник походил первым Зачем я поставил 2 балла в защиту Блин, ребята Так, ну Это хорошо, наверное, с одной стороны Хотя нет, это плохо Потому что Нам придется сейчас этот бой переигрывать Потому что Я спалил в начале баллы У него 2 амфибии У меня Барионикс полностью открыт Он атакует на 3 И хана То есть Гигантофия съест только Ну, астапозавра может 3233 у него 52 ну в общем то все он перенес баллы у него будет 5 и он нас съест анча мы сейчас на девятки переиграем взял динозавра барионикса даем в общем то нам точно не помог вот так вот приунывает 40 гигантофия так ну а нам нужно сделать сейчас матч реванш блин сороковый мама тэри у меня же его нет и так его прям хочется взять давайте возьмем его чё нам стоит дом построить просто нам противники попадутся очень сильные не давайте все-таки все-таки как то вот так пойдем титан оба пойдет на мясо гигантофия сто процентов хотя бы одного завалит полторы две четыреста две самый сильный при отродон смотрите очень похожие показатели на титана было круче индоменса двадцать восьмого и опять он нас атакует но я знаю что у меня не хватит балл атак у него два сейчас у меня будет тоже два нам так у противника пять ну и как раз ему надо было атаковать на все пять все у нас хорошо получается помню что при отродона атака два косаря раз два три ну и три поставлю в защиту чтобы гигантофия наша подольше пожила ухну атакует она свирепо даже 2400 я думаю нас попытается про атаковать на 3 ну я ему сейчас отвечу на максимум ну не съем так не съем ничего поделаешь выжил таки гаденыш блин красавчик какой но я так сделаем блин а блин а ну вот и вот 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 и что делать но на самом деле человек не должен был поставить сейчас защиту этот балл он должен был перенести его на индоменса и тогда бы он сто процентов победил ну айс а сейчас он не победит если он атакует меня на 2 то он не победит один балл он себе оставил а я его пробиваю блин ребята я думал мы уже стопудово проиграли но нет мы затащили ребята за это может тоже поставить лайк кто до сих пор этого по какой-то причине не сделал ну это было непросто крутим нашу волшебную рулетку и попался нам колобаринг зубастый птер так и возвращаемся к нашей героине сегодняшней я так что я покрутил что ли да и вот такая вот у нас получилось ребятки змейка такая немножко фиолетовая и с кольцами вдоль всего туловища да ну и похоже на кобру на королевская кобра самая длинная змея кстати на планете ядовитая королевская кобра ну только от пать откуда у них эти передние зубы им рисуют были на ниже как бы быть их не может у удавов у питонов там есть зубки маленькие до удава вообще помнит зубов да ну титанобо тоже есть вот эти вот нарисованные зубки которых на самом деле у них не не должно быть я ничего не путаю по крайней мере у современных змей у современных удавов у питонов нету таких вот зубов ну ядовитых типа двух торчащих как у вампиров так что ребятки на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр и до скорых встреч